Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 41 главу. По прошествии двух лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью. И паслись в тростнике. По прошествии двух лет Иосиф сидит в темнице все это время. То есть он продолжает там в темнице пребывать еще два года. И мы могли бы предположить, что он там заворчал. Потому что человек сидит абсолютно безвинно в темнице. Он оказал услугу своему товарищу-узнику. Узник вышел и про него забыл. Все, кажется, против него. И он мог бы начать ворчать и сказать, ну где же тут Божье богословение? Ну как же тут Бог со мной? Я два года сижу в темнице. Абсолютно ни за что. Но это называется Божье богословение? Но Иосиф понимает, что Божье богословение требует терпения. Бог действует так, как он считает нужным. Божье расписание, оно такое, как его Бог составил. Иосиф очень терпелив. Мы видим здесь через все эти происшествия, как развивается характер Иосифа. И мы видим, что Иосиф очень терпелив. Он верит в Божье богословение. Он ходит перед Богом. И он продолжает верить в это Божье богословение, даже когда оно сильно запаздывает. И вот фараон по прошествии этих двух лет видит сон. Он видит, как вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, жирных, то есть, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и точных плотью. И стали подлететь тех коров на берегу реки. И съели коровы, худые видом и точные плотью, семь коров, хороших видом и тучных. И проснулся фараон и заснул опять. И снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось семь колосьев, тучных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев, точных и сушеных восточным ветром. И пожрали точные колосья семь колосьев, тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто истолковал бы его фараону. Фараон видит какой-то загадочный сон, и он созывает людей, которые могли бы его истолковать, ни у кого не получается. И стал говорить главный виночерпий фараону, и сказал, «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь. Мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому, соответственно, с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон, и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он астригся и, переменив одежду свою, пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И вот происходит внезапный поворот сюжета. Иосифа вызывают во дворе с фараона. Отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И в этой ситуации Иосиф вместо того, чтобы хвалиться, вместо того, чтобы набивать себе цену, «Я могучий маг и экстрасенс». Нет, он вместо этого говорит, «Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу, «Мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли семь коров худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видел по всей земле египетских таких худых, как они. И съели тощие худые коровы прежних семь коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, чтобы они вошли в утробу их, как и не были худым видом, так же, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне. Вот на одном стебле поднялось семь колосьев полных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону, «Сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших — это семь лет, и семь колосьев хороших — это семь лет, сон один, и семь коров, тощих и худых, вышедших после тех — это семь лет, так же и семь колосьев, тощих и иссушенных восточным ветром — это семь лет голода». Вот почему я сказал фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. «Вот наступает семь лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и стащит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей, и собирать в семь лет изобилия пятую часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов, и соберут в городах хлеб под ведением фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут земли египетской, дабы земля не погибла от голода. Сия понравилась фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого какого-нибудь человека, в котором был бы Дух Божий. Иосиф истолковывает этот сон, и он объясняет, что будет сначала семь лет изобилия, и в годы изобилия люди обычно не думают о будущем. Они думают, что так хорошо будет всегда. Будет все отлично, и дальше будет только лучше. Но после семи лет изобилия наступит семь лет голода. И Иосиф говорит фараону, что он должен принять меры. Он должен в годы изобилия собрать запас, чтобы у людей было пропитание в годы голода. И фараону это понравилось. Фараон это одобрил, и он сказал слугам своим, найдем ли мы такого другого человека, в котором был бы Дух Божий. То есть мудрость Иосифа происходит, как он сам исповедует, как он сам признает, от Духа Божия. И мы видим, что Иосиф делает головокружительную карьеру. Он из тюрьмы попадает в доверенные лица фараону. И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя на сей землей египетскую. И снял фараон перстень с руки своей, и надел его на руку Иосифа. И одел его в весонной одежды, и возложил золотую цепь на шею ему. Велел ввести его на второе из своих колесниц, и провозглашай перед ним, преклоняйтесь. То есть фараон ставит Иосифа управляющим по всей египетской земле. Иосиф, он везде, где он оказывается, он везде очень честно себя ведет. Он везде показывает себя очень деловым человеком. И вот он оказывается теперь на такой высокой позиции. Он оказывается вторым человеком в царстве. Фараон дает ему свой перстень. Перстень — это печать, собственно. Это возможность подписывать документы, подписывать повеления от лица фараона. То есть фараон наделяет его огромной властью, фактически второй после себя. И сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки свои, ни ноги свои во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнах-Паньях. И дал ему жену Осиневу, дочь Патифера, жреца Иллиопольского. И обошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он пристал при лице фараона, царя египетского. И мы видим, что все эти годы терпения, когда Иосиф претерпевает различные беды, различные несправедливости, но не озлобляется, но не пытается мстить, не пытается причинять вред тем людям, которые перед ним виноваты. Он, наоборот, усердно трудится, он, наоборот, служит людям, которым ему приходится служить, делает это добросовестно. Он в итоге оказывается вторым человеком в Египте. Ему фараон дает египетское имя и дает ему жену, дочь Патифера, жреца Иллиопольского. То есть это весьма выгодная партия, он оказывается вознесен к вершинам египетского общества. Он становится таким знатным египтянином. И вышел Иосиф от лица фараоновая и прошел по всей земле египетской. Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песка морского, так что перестал и считать, ибо стало не до счета. В эти годы Иосиф собирает огромные-огромные запасы продовольствия. Он этим руководит, и он делает все очень умело, очень тщательно. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Патифера, жреца Иллиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу, Монассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страданий моего. И прошли семь лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, по всей земле египетской. То есть, везде голод, и только в Египте был хлеб, потому что Иосиф позаботился о запасах. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал выпиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам, пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Вот наступают эти семь лет бедствия. И приходит время, когда Иосиф начинает уже распродавать те запасы продовольствия, которые он сделал в богоприятные годы. Мы с вами прочитали 41 главу книги Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!